Здравствуйте, дорогие студенты! Начинаем 14-ю лекцию по дисциплине Организация планирования и управления путевым хозяйством. Тема лекции – машина PRSM ART500. По плану. Сегодня нам нужно узнать, что из себя представляют передвижные рельсосварочные машины типа PRSM и передвижная рельсосварочная машина типа ART500. Рельсосварочная машина – это вид путевой машины, предназначенный для сварки рельсов в длинные отрезки плети, особо распространенных при укладке бесстыкового пути. Перемещается сварочный агрегат машины на монтированном специальном передвижной платформе. Вот внешний вид PRSM-4. PRSM-4 предназначена для сварки электроконтактным способом стыков рельсов тяжелого типа при строительстве и ремонте железных дорог. Это рельсосварочная самоходная машина. Сварка рельсов может производиться как лежащих в пути, непосредственно по которому передвигаются машины, так и рельсов, уложенных вдоль этого пути, внутри или снаружи колеи, на расстоянии до 2600 мм от оси пути. На данном слайде приведена схема конструкции PRSM-4. Эта схема состоит из рамы. Как и все строительные машины, как и все путевые машины, PRSM-4 состоит из рамы под номером 1. На этой раме располагаются все элементы этой машины, и с помощью этой рамы нагрузка от массы машины передается на колесные пары и на рельсовый путь. Под номером 2 находится сварочное оборудование. С помощью этого сварочного оборудования производится сварка рельсов. Сварочное оборудование с помощью устройства для перемещения под номером 3 перемещается вбок, вперед до 2600 мм. Подъемный капот номер 4 защищает элементы, находящиеся под ним. Это подъемное оборудование, также само сварочное оборудование. Существует под номером 5 система охлаждения, которая служит для того, чтобы охлаждать сварочное оборудование от перегрева. Капот 6 защищает находящиеся под ним систему охлаждения, гидравлическое оборудование и компрессоры. Под номером 8 находится кабина машиниста. 9 является задним капотом. Он также защищает от внешнего воздействия элементы, находящиеся сзади рельса сварочной машины. Есть также силовое устройство под номером 10, с помощью которого приводится в движение, с помощью которого выполняются различные операции с помощью этой машины. Под номером 11 находится песочница для снабжения песком. Также есть колесно-моторный блок под номером 12, есть рессорное подвешивание под номером 13, и передача рычажных тормоза под номером 14. Имеется тормоз ручной, в кабине машиниста, электрооборудование под номером 16, компрессор под номером 17, и пневмотормозное оборудование под номером 18. Для подтягивания рельсов имеется устройство под номером 19. Вот вкратце устройство PRSM-4. Технические характеристики. Габарит по ГОСТу 92-38-83-02Т. База по осям автосцепок 13100 мм. Скорость конструкционная 65 км в час. Скорость при транспортировке отдельным локомотивом в составе поезда 100 км в час. Скорость с прицепным составом на площадке 80 км в час. Масса прицепного состава 90 тонн. Диаметр колес по кругу катания 950 мм. Рессорное подвешивание одинарное с продольными балансирами. Запас топлива 1800 кг или же 1,8 тонны. Минимальный радиус в кривых для вписывания 150 метров. Масса машины в тоннах 40 тонн. Обслуживающий персонал 2 человека. Время приведения в рабочее или транспортное положение 5 минут. Мощность силовой установки не менее 200 кВт. Машинное время сварки стыка R65 не более 240. Также применяется машина PRSM-3. Она немного уступает машине PRSM-4. Но однако же эта машина тоже служит для сварки электроконтактным способом рельсов, лежащих в железнодорожном пути в плите любой длины. Это рельсосварочная самоходная машина. Машина может сваривать рельсы, уложенные внутри колеи, снаружи ее, на расстоянии до 650 мм от рельса и непосредственно на колее, по которой передвигается. Да. На каком расстоянии может сваривать машина PRSM-4 рельсы, находящиеся рядом с путем, на котором находят... Да, да. 2,6 метра, просто метров. PRSM-3, в отличие от этой машины, может сваривать на расстоянии всего лишь... Сколько сейчас мы с вами узнали? 650 мм. 650 мм, да. Это 65 см. Значит, та машина PRSM-4 чуть ли не в 4 раза может увеличить расстояние сварки. Правильно? Нет. Дальше. Это первое отличие. Да. Второе отличие. Масса. Ой, ну давайте вначале базу. PRSM-3 длиннее. Если там PRSM-4 13 метров 10 сантиметров, то PRSM-3 14 метров 62 сантиметра, чуть ли на полтора сантиметра длиннее. Это уже хуже или лучше? Как вы думаете? По-моему. Если PRSM-3 длиннее... Уже по-моему. Уже, конечно. Будет занимать больше места на путях. Да. Это хуже. Значит, PRSM-4 уже уменьшили на полтора метра. Дальше. Скорость. Здесь стоит 865. Но скорость одинаковая. Конструкционная скорость. Да, одинаковая. Однако же скорость транспортирования, когда подцепляете к локомотиву, у PRSM-3 меньше. Здесь 80 стоит. А там сколько было? Кто помнит? Там было 100 километров в час. Значит, это уже лучше, правильно? Что? PRSM-4. Дальше. Скорость с прицепным составом на площадке. Да, это лучше. Это стоит 70. А там стоит 80. Там скорость больше. Значит, PRSM-4 уже тоже лучше по скорости, да? Да. Масса прицепного состава. Сюда можно прицеплять всего 40 тонн. А там было сколько? 40 тонн. Значит, лучше, да? Принесу, да. Так, пойдем дальше. Лучше 80, да. Дальше, значит, еще в чем лучше она? Диаметр колес такой же. Он не поменялся, да? С 95 сантиметров. И там 95, и здесь. Рессорное подвешивание такое же, одинарное, с продольными балансирами. Однако запас топлива здесь меньше. Здесь 1,1 тонна. А там сколько было? Здесь запас топлива 1,1 тонна. А там был запас топлива 1,8 тонн. Минимальный радиус вписывания в кривые такой же. Это не поменялось. 150 метров. Дальше. Масса машины. Здесь 66 тонн. А там сколько было? Масса машин. 40, меньше. Это лучше или больше? 40, да. 40 лучше, потому что меньше, да? Нагрузка на пути будет меньше. Да, 40 лучше. Так, дальше, значит. Обслуживающий персонал. Здесь 6 человек, а там? Вы меня не слушали. Там всего 2 человека. Обслуживающий персонал намного меньше на ПРСМ-4, чем на ПРСМ-3. Это тоже качество лучше. Дальше. Время проведения в рабочее или транспортное положение здесь 20 минут. В ПРСМ-4 всего 5 минут надо привести в рабочее или транспортное положение. Здесь тоже ПРСМ-4 выигрывает. Мощность силовой установки не менее 220 кВт, там не менее 200 кВт. Значит, там машина может работать при меньшей мощности, чем эта машина. Это тоже плюс для ПРСМ-4. И машинное время сварки стыка рельса не более 240 секунд. Но это время у нас там тоже было не более 240. Этот параметр одинаковый. Теперь мы с вами посмотрели и узнали, что многие качества, многие параметры машины ПРСМ-4 лучше. Но она новее, чем ПРСМ-3. Однако же ПРСМ-3 тоже используется для сварки. Также я вам сказала, что есть сейчас продвинутая марка ПРСМ-6. Но она до конца еще не доработана. Однако же уже применяется. ПРСМ-6 где используется? Могу только я вам ПРСМ-6 дать, то, что где она используется. Она используется для сварки стыковых плетей на станционных или перегонных путях из укороченных рельсовых отрезков длиной 2,5-25 и 100 метров. Сварка бестыковых плетей, уложенных в путь со сваркой вставного укороченного отрезка рельса, как было описано выше на примере технологии восстановления дефектной плети. Сварка бестыковых плетей, уложенных в путь с предварительной их разрядкой и натяжением специальными натяжными устройствами. По аналогии с технологией работы машины ART-600 фирмы Placer & Toyer. Такая технология требует дополнительного оснащения машины аутриггерами для частичной разгрузки колесных пар. То есть, чтобы нагрузку передать частично на аутриггеры, чтобы не было большой нагрузки на колесные пары. Также PRSM-6 можно использовать для сварки бестыковых плетей, уложенных в путь с предварительным их разогревом специальной машиной. Можно использовать для сварки бестыковых плетей при постановке PRSM-6 состав рельсовозного поезда на платформе, оборудованной специальным сварочным постом. Вот то, что имеется здесь в специальный сварочный пост, это дает преимущество для машины PRSM-6. В чем заключаются эти преимущества? Эти преимущества заключаются в том, что одна плеть находится в роликовом ручье поезда и имеет минимальное сопротивление продольному перемещению. А другая плеть также частично находится в ручье, даже если она частично уже выгружена в путь и закреплена. Возникающая в сварном шве усадка легко компенсируется продольным смещением одной плети на составе. Вот я вам охарактеризовала машины PRSM-4, PRSM-3, PRSM-6. Частично охарактеризовала, но технологию не смогла привести. Опять-таки повторяю, что технология не выдана еще. Однако же по машинам ART-500 есть ART-600. Информации невозможно найти, но я стараюсь ее найти. Я думаю, что в будущем она будет. Мне просто надо будет обратиться в рельсосварочный поезд, который находится у нас в Чукурсайе. Этот ART-500 имеется у нас на рельсосварочном поезде. И я думаю, что инструкцию по этой машине мне дадут. Если у вас есть возможность, я вам даю задание на самостоятельную работу. Достать материалы по ART-500, можете по ART-600. Ну, по какой машине сможете, мне материалы. Здесь на данном рисунке приведена фотография применения этой машины ART, когда у нас строили новую трамвайную линию в чертах города. Ну, вот это любитель сфотографировал и выложил в интернет, чтобы показать, что производится сварка, а здесь контактные линии. Ну, это не так страшно, потому что контактные линии для перемещения трамваев, они, может быть, в это время обесточены. И показывается, как этот ART-500 сваривает рельсы между собой. Это машины, предназначенные для сварки рельсов длиной 25,5 и 100 метров. Они предназначены для сварки рельсов. Именно рельсов, не просто сварка, а именно рельсов. Для того, чтобы привести путь в бесстыковую форму. Понятно, да? Второй вопрос. Да, это понятно. А какие вы знаете ПРС отварочной машины? ПРСМ 3, 4, 6, да? ПРСМ 6, да, да. И вот этот ART-500, я вам сегодня сказала, правильно? А, да, ART-500, да, правильно. Теперь, значит, еще один вопрос. По схеме вы должны рассказать устройство. Это...